Спасибо большое. Добрый вечер. Я рад вас снова приветствовать на своей лекции. Эта лекция продолжает то, что у нас было в предыдущий раз, когда я рассказывал о российско-английских отношениях эпохи наполеоновских войн. Он говорил о том, что были россияне и британцы, которые не занимали, может быть, таких выдающихся постов, как посол, министр, император, но оказали большое влияние на развитие русско-английских отношений. И это влияние настолько серьезное, что оно продолжается до сегодняшнего дня. Я в конце предыдущей лекции успел вам такой негативный пример привести чертежника Департамента водяных коммуникаций, Главного управления путей сообщения Василия Ивановича Дусаева. Но я рад, что мне удалось найти информацию об этом человеке в архиве внешней политики Российской империи и его из глубин веков вытащить и вам показать, и читателям показать тоже, чтобы мы понимали, какие разнообразные влияния были на эти русско-английские отношения. Как трудно было дипломатам действовать, ориентироваться, исправлять какие-то ошибки, если кто-то из таких людей, как Василий Иванович Дусаев, такие ошибки совершал. О нем можно еще долго рассказывать, об этом чертежнике, потому что я о нем еще информацию и в военно-историческом архиве тоже нашел. В 1811 году его посылали в 25-ю артиллерийскую бригаду, которая находилась около города Твери, и срочно по приказу императора он был оттуда возвращен из этой бригады. Непонятно, почему это произошло, но приказ состоялся по высочайшему повелению. И возвращением чертежника занимались военный министр Арахчеев, граф Арахчеев, и ему опять на прогоны выдавались государственные деньги. 60 рублей были ему выданы, но Тверь и Москва и Петербург не так далеко находятся, как Великобритания и Россия. Поэтому и сумма, наверное, такая не очень значительная. Но вот смотрите, можно какую детективную историю рассказать о чиновнике 12-го класса, который, тем не менее, сыграл какую-то определенную роль в российско-британских отношениях. А сегодня я вам хотел рассказать о совершенно другом человеке, но вот о том, кому пришлось сражаться в Великобритании с Василием Ивановичем Дусаевым. Я сегодняшнюю лекцию хочу посвятить священнику русского посольства в Лондоне Якову Ивановичу Смирнову, который прожил огромную жизнь, 86 лет. Из них 60 лет он был в Лондоне, исполнял обязанности священника русского посольства, пережил тяжелые времена. При нем сменилось 5 русских представителей в Лондоне. Он начинал еще при Ивану Матвеевичу Симолине. Я вам портреты этих деятелей покажу. Симолин прославится тем, что он в годы революции во Франции будет действовать. Швед по происхождению, Иоганн Симолин, натурализовавшийся в России, которого Екатерина перемещала с места на место, но тем не менее, он занимал такие выдающиеся места. И благодаря Ивану Матвеевичу Симолину сохранился отчасти архив Бастилии. Когда Бастилию штурмовали 14 июля 1789 года, это же была не только тюрьма, не только арсенал, а это еще был архив государственных документов. И там хранились ценнейшие документы времен Средневековой Франции, написанные на пергаменте еще. Восставшему народу это ничего неинтересно было. Это были документы периода монархии, притеснения, произвола, тирании и так далее. Их просто выбрасывали на улицу, рвали, уничтожали, сжигали эти документы. А Симолин приказал секретарю посольства Якову Васильевичу Дубровскому взять несколько бельевых корзин, подойти к Бастилии и собирать вот эти вот документы. И они были дипломатической вализой. Ну не все, конечно, а часть этих документов. Они в Россию были переправлены и хранятся в Петербурге сейчас. В отделе рукописи Российской национальной библиотеки имени Михаила Игоревича Салтыкова-Щедрина. Французские ученые за деньги, за вот настоящие реальные вот эти евро, просят позволения работать с этими документами. Хотя работать с ними трудно, работать с ними тяжело, они написаны на старо-французском языке, на провансальском диалекте. И у нас таких специалистов или нет, или очень мало, которые могли бы работать. Но тем не менее, проблема возвращения не стоит этих документов во Францию. Проблема реституции вообще не может быть поднята. Почему? Потому что можно было бы их вернуть в Королевскую Францию, эти документы. Во Франции эпохи Бурбонов. Но где она, эта Франция, находится? Все, ее не существует. Поэтому страна, правообладатель этих документов, это вот Россия сейчас. Начинал Яков Иванович Смирнов при Иване Матвеича Симулине, в этом шведе натурализовавшемся. Потом длительный период, 21 год его деятельности, при выдающемся русском после Семена Романовича Воронцове. Выходит огромное количество работ про Воронцова. Забиты все книжные полки. Такая энциклопедия, такая биография, такой рассказ. И иногда в некоторых исследованиях вообще не звучит фамилия Смирнова. Ни разу даже не упоминается. А все вот Воронцов, 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 Воронцов. А граф Воронцов не знал даже английского языка. Это не мешало ему общаться с представителями аристократии, с представителями высшей власти на французском языке, где он на равных был принят, и у него были выдающиеся успехи. Но вот с купечеством, с англичанами не такого высокого ранга, когда нужно было, особенно в периоды разрывов, какие-то важные тайные задания выполнять, поступившие из Петербурга, посол, конечно, не мог этим заниматься. И здесь приходилось заниматься тем людям, которых... Английский исследователь Энтони Кросс, вообще он является первооткрывателем этой фигуры. Я могу вам показать его работу в 1996 году, переведенную на русский язык. А на английском языке она еще в 1980 году вышла у темпских берегов. By the banks of the Thames называется эта работа. Россияне в Британии в 18 веке. Колоссальный труд, работать над которым он начал еще в 70-е годы, студентом Оксфордского университета, добиваясь права работать в советских архивах. Работать было очень тяжело, потому что иностранцу дела не выдавали архивные. Он должен был представить список дел, которые ему необходимы, с которыми он может работать. А сами сотрудники архива только решали, что ему дать или что ему не дать этому человеку. Поэтому неизбежно какие-то отрывочные сведения. Но благодаря тому, что в Англии было много материалов осталось, и архив Смирнова в Англии большой остался. Смирнов умер в Англии тоже в 1840 году. Вот такая работа была написана у темских берегов. И тут целая глава посвящена Якову Ивановичу Смирнову. И вот Кросс называет сотрудников Воронцова разведывательным отделом посольства. Но я хочу сразу расставить точки над «и», чтобы мы с вами не думали о том, что православный священник занимался шпионажем. Тогда это снимает какие-то нравственные обязательства с него, чем не может заниматься православный священник. И мы тогда не можем о нем говорить в таком положительном ключе. Неизбежно приходилось это делать, потому что Смирнов понимал, что Россия и Британия должны оставаться союзниками всегда. Россия и Британия должны действовать вместе. Русские войска никогда не вторгнутся на территорию Великобритании. Английские войска никогда не вторгнутся на территорию России. Но так это виделось в конце 18-го, начале 19-го века. Поэтому его работа, его деятельность во сбору даже какой-то разведной формации эта работа была во благо России и Великобритании, а не во вред Великобритании. Моткросс называет разведывательным отделом посольства. Правда, берет это в кавычки. Разведывательный отдел посольства. Надо, конечно, знать о сотрудниках Воронцова. Не только один Воронцов там действовал. Это священник Яков Иванович Смирнов. Его служащие церкви, так называемые церковники. Такое название из 18-го века. Церковники – это все, кто в церкви служил, но не имели духовного сана, не имели духовного звания. Это секретарь посольства Василий Григорьевич Лизакевич. О нем тоже можно отдельную работу писать. Личный секретарь Воронцова, швейцарец Франсуа Жоли. Не всегда даже современные историки знают, откуда Жоли взялся. Он к штату посольства не принадлежал. Кто такой Жоли, куда его приткнуть, какую должность он занимал. А Жоли – это по-французски веселый, веселый, игривый. Поэтому я встречал даже упоминание о том, что это тайный сотрудник. Его не существовало на самом деле. Это псевдоним. Там Рамзай Центру. Вот такая переписка какая-то была. Но при чтении источников, при чтении литературы, этот француз Ажоли появляется. И это совершенно реальный человек, который графа Воронцова сопровождал. Или вот наши авторы отечественные пишут о том, даже такие фразы я встречал, что в трудные минуты разрывов отношений между Россией и Великобританией всегда находились британцы, готовые поставлять секретные сведения русскому посольству. Или тем чиновникам, которые оставались в этом русском посольстве. Да, такие сведения поставлялись, такие сведения собирались. Были британцы, которые готовы были такие сведения поставлять. Но я вот еще раз хочу подчеркнуть, в начале нашего разговора, чтобы какие-то снять потом возражения, или недоумения, если у вас это появится. Вот те британцы, которые русским помогали, которые информацию такую давали, они понимали, что они на благо своей страны работают. Что это в будущем обязательно будет восстановление отношений. Я сегодня буду говорить о тяжелой ситуации, в которую русское посольство попало в период разрыва отношений при Павле I. Я уже об этом немножко говорил на прошлой лекции. Но это относительно короткий был период. 1800-1801 годы до смерти Павла I. Более тяжелая ситуация будет, когда будет разрыв при Александре I. Еще раз эта ситуация повторилась. С 1807 до 1812 года отношений не существовало. И здесь, как вот и в первый раз, Смирнов остается единственным русским представителем в Лондоне. Единственным. Все остальные дипломатические чиновники обязаны были Лондон покинуть. Потому что были официальные разрывы отношений. Смирнов официально дипломатическим чиновником не считался. Он был служащим посольской церкви. И не должен был дипломатическими делами заниматься. Но тем не менее, волей-неволей ему это делать приходилось. У него были большие знакомства среди англичан. Были православные англичане. Я сегодня тоже об этом скажу. Хотя приход, конечно, был небольшой вот этой церкви в Лондоне. Во имя Успения Богоматери, которая еще в 1716 году была создана. Но тем не менее, были купцы, которые были заинтересованы в улучшении отношений, восстановлении отношений. Были британцы, которые сознательно действовали, активно помогали ради блага Великобритании и России. Ради того, чтобы эти отношения сохранялись. Не сохранилось, к сожалению, ни одного портрета Якова Ивановича Смирнова. Я уже долго занимаюсь этой работой. 20 лет я занимаюсь изучением его деятельности. Мне удалось несколько статей опубликовать. Глава вот в этой монографии тоже, которую я вам в прошлый раз показывал. Союз с Петербургой и Лондоном. Она тоже посвящена людям, которые участвовали так или иначе в этих отношениях. Но есть словесные портреты. Два словесных портрета. Я вам сегодня их зачитаю. Один из которых относится к началу деятельности Смирнова в Лондоне, когда он был молодым человеком. А другой портрет это уже 30-е годы. Он умер в 1840 году, когда был пожилым человеком. Но между ними есть вот сходство большое между этими портретами. Постоянство, привычка одеваться, привычка вот так вести себя. Здесь же я вам показываю портрет предшественника и учителя Якова Ивановича Смирнова. Это тоже настоятель русской посольской церкви в Лондоне. Но он не такое большое количество времени в Лондоне провел. Это Андрей Афанасьевич Самбурский. Тоже известный русский священник, полиглот, ученый, специалист в агрономии, который активно перенимал навыки развития агрономии в Великобритании. Они были выдающиеся эти навыки. И даже книга была им издана в 1795 году. «Английский фермер» – эта книга долгое время была вот таким настольным руководством для помещиков, которые хотели улучшить свое сельское хозяйство. Обратите внимание, что у священника православного нет ни усов, ни бороды. И это исключение, только два таких было исключения. Специальным решением Святейшего Синода Самбурскому и Смирнову было позволено брить бороду и усы для того, чтобы сближаться с англичанами, для того, чтобы не пугать англичан внешним видом православного священника. Когда англичане видели, на улице шел человек в облачении, у него усы, у него борода, у него клобук, у него черная сутана, они его принимали за турка, они принимали за восточного какого-то человека. И иногда даже священники подвергались оскорблениям со стороны уличной толпы, со стороны мальчишек, которые всех вот таких необычно одетых людей забрасывали грязью, забрасывали камнями, чтобы не подвергать осмеянию фигуру священника специальным решением Святейшего Синода и Самбурскому. И потом Яков Ивановичу Смирнову было позволено брить усы и бороду. Смирнов всегда так выглядел, он всегда всю жизнь провел в Англии сознательную, не возвращался в Россию. А Самбурский вернулся. В 1780 году он вернулся. Он был настоятелем церкви в царском селе, духовником членов императорской фамилии. Его потом за границу снова отправили с великой княжной Александрой Павловной, которая вышла замуж за венгерского палатина. И он уехал, но она быстро умерла, он вернулся обратно в Россию. И даже такой случай мы фиксируем, когда возмущение среди паствы было, что священник у нас без усов, без бороды. Нарушение канона, нарушение правил. Паства жаловалась архиепископу местному, архиепископа сделал замечание Самбурскому, что ты внушаешь сомнение пастве. Из-за этого могут великие несчастья произойти. И только благодаря тому, что он был духовником членов императорской фамилии, императорская фамилия встала на его защиту, и ему было позволено, вот видите, до конца жизни вот так вот нарушать этот канон. Хотя это случай такой вот единственный, случай необычный. Смирнов, мы можем примерно себе представить, я мечтаю найти портрет этого человека и опубликовать его, но так вот уже 20 лет их поисков ничего не дали. Хотя парадокс, он очень много занимался учениками русскими, которые были в Англии. Это были в кораблестроении ученики, ученики монетного департамента, оружейники и стулы были, Сурнин и Леонтьев даже. Вот считали, литературовида считают, что Сурнин и Леонтьев, они вместе как бы составили прообраз Лесковского левши. О том, что левша в Англию ездил, там он смотрел, как вот ружья делают, и потом возвращался, уже совершенно разбитый. И во время этого плавания морского они соревновались со шкипером, кто выпьет больше, поэтому больной уже в Петербурге оказался. И все императору просил передать, англичане ружья кирпичом не чистят. И вот этот образ Сурнин и Леонтьев, один из них в Англии остался, Сурнин, а Леонтьев вернулся обратно в Россию. И вот в сознании Лескова, видимо, это вот создало такой образ левши, который мог бы англичанам там блоху подковать, но так и будучи патриотом, в разбитом состоянии, но вернулся обратно в Россию и в бредовом состоянии пытался даже вот какую-то важную информацию такую передать. Чтобы представить, как выглядел Яков Иванович Смирнов, словесный такой его портрет, он молодым студентом еще был отправлен, Харьковское духовное училище закончил. Вот почти все священники, которые в Лондоне были, они были выходцы с Украины. И Смирнов, хотя мы называем его русский священник, это потому что русская православная церковь, а по национальности он был украинцем, если можно говорить о том, что национальность такая была вот в 18 веке, харьковчанин, до конца жизни, до конца... Малорос, да, да, абсолютно верно, более корректное высказывание, его так и называют в источниках. Малорос из Харьковской губернии, до конца жизни сохранивший акцент, непередаваемый акцент вот этого, этой губернии. Он и писал даже на письме тогда же у него, вместо и часто и краткое появляется. Не наилучшее там слово у него, наилучшее написано, не наиверное, наиверное. Это по письму даже можно проследить. И Харьковское духовное училище, оно считалось лучшим для подготовки церковников и священников для притч-то зарубежных церквей. Потому что там была хорошая языковая подготовка в Харькове, Харьковское училище или коллегиум, как его называли. Изучали древние языки, латынь обязательно, древнегреческий обязательно, но и новогреческий язык тоже изучали, французский и немецкий языки изучали. И вот здесь он впервые в Лондон приехал при Самбурском в 1776 году. У меня вот такая идея появляется, которая не получила пока еще развития в каких-то работах. Я вам впервые предлагаю ее для обдумывания, эту идею. Может быть, мы это можем связать с греческим проектом Екатерины II. Попыткой восстановления в каком-либо виде греческого государства для борьбы с Турцией. Для того, чтобы проливы Черного моря были свободны, очень часто за границу послали священников, которые хорошо знали древнегреческий и новогреческий язык. Если бы такой проект состоялся в каком-то виде возрождения греческого государства, наверное, это были бы послания, отправленные во все посольства европейские, во все ведущие государства. И там, наверное, должен был быть человек, который умел бы с греками общаться на одном языке. Так или иначе, настолько много было студентов из Харькова, что это среди представителей русского правительства даже вызвало возмущение. Почему набирают украинцев? Почему только одни украинцы? Я встречал упоминание о том, что это была борьба против Безбородка. Против знаменитого главы коллегии иностранных дел, канцлера потом Безбородка, который собирал верных ему людей. И вот есть информация о том, что когда Самборский собрал учеников, это 1776 год, Смирнов сам об этом пишет, Самборский нас уверил, якобы по каким-то предуверениям некоторые члены тогдашнего министерства весьма не расположены были ободрять украинцев. И что если бы сделалось известным, что избранные им студенты все из Украины, то сие, почитал он, могло бы причинить не только вред, но, может быть, и совершенное уничтожение его плана, но чтобы самые грамотные студенты отправились за границу, не желая быть всему причиной, все мои сотоварищи и я согласились отдаться на его волю. И он, будучи в Москве, по дороге в Санкт-Петербург переменил всех прозвания, либо окончание оных, а именно, из студентов Прокопович был назван Прокофьевым, русификация такая произошла, Флавицкий – Флавиановым. А мое прозвание, взяв за верное, что оно и произошло от латинского слова «ленис», «лень», чувствуете, Смирнов, Леницкий звали этого человека, который, значит, «тихой» или «смирный» переделан в Смирнова, которым я до тех пор и прозываюсь. То есть вот… Не Украина, Малоруссия. Более корректно Малоруссия говорить, тем более Харьковская губерния. Я буду вам называть другие имена еще студентов, которые были тогда. Вот те, которые возвращались обратно студенты, они возвращали свои фамилии. А Смирнов не вернулся, и он свою фамилию оставил. Так вот до конца жизни он Смирновым и оставался. Дети его все остаются Смирновыми. Малоруссия, да, да, да. Украина, Украина, это встречается, это встречается в источниках. Но мы же понимаем, что это окраина государства, да? Только в таком смысле это слово употребляется. Совершенно верно, да. А здесь вот видите, какая борьба? Это еще, видимо, когда при Елизавете Петровне появились Разумовские при дворе. И Разумовские заняли выдающееся положение. Фаворит императрицы, или это президент Академии наук Разумовский тоже был, вспоминают, что когда митрополит Платон Левшин, московский митрополит, при Екатерине после победы при Чесме, они спустились к гробу Петра Первого в Петропавловской крепости. И митрополит Платон говорил приветственную речь Петру Первому о том, что Петр, встань из гроба, посмотри, как твоя наследница продолжает эти дела. Многие присутствующие услышали, как Кирилл Разумовский тихо, но так что довольно ясно было слышно, сказал другим вот с этим украинским акцентом, чего вин его кличе? Як встань, так всем нам достанется. И вот эта вот оппозиция какая-то такая определенная, она существовала, и, видимо, члены правительства, члены министерства, они собирались бороться с этим делом, так этого не оставить. А тем более, когда за границей все студенты из Харьковского коллегиума, это нужно было как-то изменить. И вот Самборский специально для того, чтобы это не выплыло, для того, чтобы это не стало известным, он приказал фамилии им всем переменить. Зверака там был студент, он Зверевым, естественно, стал. А вот Смирнов единственный, кто такую фамилию сохранил. И он уже остается в памяти, в сознании, в исследованиях русским православным священникам. Я буду еще вам о других людях рассказывать тоже и показывать их портреты. Его ученики, которые были при нем, Алексей Григорьевич Естафьев, все они через церковников, из церковников вышли, это Лондонская церковь. Они давали в Петербурге обязательства, что они выучат английский язык. И свято это обязательство должны были исполнить. Если он в Англии находился, он должен был хорошо знать английский язык. И опять-таки, это политика Екатерины, политика по привлечению прихожан в эту русскую церковь. Прихожан очень мало было в церкви Успения Богородицы. Это были служащие посольства, это были те россияне, которые приезжали учиться, или аристократия, которую Англию посещала, греческие купцы, которые плавали под русским флагом. А у Екатерины была цель, была задача, чтобы и англичане принимали православие тоже. И некоторые англичане такое православие приняли. Особенно, кто был связан по делам или по идейным соображениям с Россией, с Грецией. Фредерик Норт, лорд Гилфорд, знаменитый Фил Эллен, который греческую оду написал в честь императрицы Екатерины. Ознаменование того, что она возродит греческое государство. Он был прихожанином этой церкви. Богатая семья купцов-парадайзов, Джон и Питер, они были православными тоже. Вот из этой среды в трудные времена можно было черпать поддержку, можно было черпать информацию. Тем более, что эти люди четко понимали, что полезно для Великобритании и что полезно для России. В 1776 году появляется Смирнов в Лондоне. Он был в церковнике, это пение. В Харьковской академии еще и церковное пение хорошо преподавали. Вот, наверное, почему Самбурская такое большое внимание обращал. Лучшие певцы были вот из Харькова. Их набирали не только в штаты заграничных церквей, а их еще и аристократия набирала для домашних своих концертов. Они исполняли вот в домах аристократии. Или когда нужно было императрицу встречать, вот песнопениями ее встречали тоже. И он при Самбурском до 1780 года был церковником. То есть школу большую при Самбурском уже прошел. Потом они вернулись обратно в Россию. Самбурский остался уже в России. А Смирнов был рукоположен в священнике. И в конце 80-го года вернулся в Лондон и стал священником Лондонской православной церкви. И после этого уже больше он никогда Лондон не покидал. И вся его семья, у него было двое детей. У него было двое детей мужского пола, двое мальчиков и трое дочерей. Сыновья они стали тоже дипломатами, они стали переводчиками. И потом их послали и в Генную, и в Данию. То есть туда, куда нужно было коллеги иностранных дел. А дочери всегда жили в Лондоне при отце и умерли в Лондоне, остались незамужними. До самой смерти им платила коллегия иностранных дел. А потом и Министерство иностранных дел платили пенсию. Я вам хочу показать вот это памятник, который на могиле Смирнова на кладбище Кенселгрин стоял. В вот таком вот разрушенном состоянии длительное время. Урна отвалилась с него, она валялась вот в ободножье этого памятника. Имени совершенно не видно было. Но в 2012 году, когда праздновалось 200-летие Отечественной войны 1812 года, памятник был отремонтирован, памятник был восстановлен. Усилиями русского российского посольства в Лондоне. И открыт был торжественно 18 июля 2012 года. Это 200-летняя годовщина подписания мирного договора между Великобританией и Россией. Вот когда началась Отечественная война 1812 года. И посмотрите, вот какая доска была на этом памятнике помещена. Здесь не только значится, что он был священником русской православной церкви, Russian Orthodox Priest, но еще и дипломат. То есть в современности ему такое вот звание даровало все-таки, исходя из того, какими делами приходилось ему заниматься. И даже глава русской общины в Лондоне, Community Leader, написано вот на этом памятнике. И здесь же вот в этом захоронении все три дочери похоронены. Это София, Елизавета и Екатерина. Видите, София в 1852 году скончалась, потом дальше Елизавета, 1969 год и последняя Екатерина, 1872 год. Я в архиве внешней политики Российской империи видел вот эти вот пенсионные документы. Они не занимали никаких должностей, но в ознаменовании заслуг отца, выдающихся заслуг вот этого священника Якова Ивановича Смирнова, им платилась пенсия. И они русского языка не знали, дочери. Они боялись вернуться обратно в Россию. Им предлагали это сделать, но они отказались, потому что они родились в Англии и воспитывались в Англии. И как пишут вот современники, которые видели эту семью, это пугливые мисс Смирновы. Они вот дома при отце всегда, ни с кем не знакомились. И вся их жизнь была посвящена тому, чтобы вот отец занимался своими многочисленными обязанностями. Да, да. Точнее говоря, Государственная коллегия иностранных дел, она сохранилась, эта коллегия, до 1832 года. Это было структурное подразделение МИДа. А потом, когда ликвидировали госколлегию уже, она вообще перестала существовать, то Министерство иностранных дел им до конца жизни платило пенсию. Да, 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 совершенно верно. Это считался штат посольства, но священники не должны были ни в коем случае, ни в малейшей степени вмешиваться в исполнение дипломатических обязанностей. Мы сегодня о других вещах будем говорить, но это только потому, что складывалась необычная ситуация, и волей-неволей приходилось вот заниматься этими дипломатическими обязанностями. Но вы видите, как современность к этому отнеслась. То есть русское посольство современное пишет совершенно официально на памятнике Якова Ивановича Смирнова, дипломат. То есть признаны были его выдающиеся способности. Но памятник перекошенный все равно. Странно, что его не поправили. Вот я вам покажу, это, извините, что небольшая такая картинка, она из новостной программы взята. Посол Яковенко и архиепископ Сурожский Елисей торжественно открывают этот памятник Смирнову и его дочерям. Вот я побольше вам покажу. Архиепископ даже службу отслужил около этого памятника. Он был покрашен, доска была повестна, но его не поправили. Он так вот в перекошенном состоянии стоит. Казалось бы, почему это не сделали? Английские законы не позволяют тревожить прах мертвых без согласия родственников. Поэтому вот внутрь вмешиваться нельзя. И могилу никак по другим способам нельзя изменить. И памятник поправить нельзя. Но хотя бы вот сейчас на кладбище, старинное кладбище, мемориальное, оно же не используется. Есть карточка даже вот в интернете, на сайте генеалогическом, карточка захоронения, где участок указан, на котором захоронен священник. Если кто-то из вас в Лондоне будет и будет кладбище Cancel Green посещать, то, пожалуйста, вот посмотрите, придите и, может быть, даже и цветы возложите к памятнику этому человеку. Его словесный портрет я вам прочитаю. Это Петр Иванович Макаров, русский писатель, журналист, который был в Лондоне в конце 18 века. И вот он такое описание оставил о молодом Смирнове. Вы хотя бы так вот по этим словам можете его представить. 1795 год. Макаров посетил Лондон и потом часто об этом писал, вспоминал о том, какое-то было выдающееся событие. Город совершенно необычный, его обязательно нужно посетить. Причем вот в ранге мест зарубежных, куда должен обязательно поехать молодой воспитанный русский дворянин, на первом месте, конечно, Париж стоял. Париж это город роскоши, город учености, город удовольствия, ну то есть всего-всего-всего, что только есть на свете. Но вторым местом путешествия должен быть Лондон. Обязательно, потому что это город, где скапливается великая государственная наука. Наука управления развитым, благоустроенным, выдающимся государством. Если в Париж надо ехать развлекаться, отдыхать, ну и там учиться, если время остается, то Лондон это место для учебы. Лондон это место для познания наук, которые в мире существуют и для всего самого выдающегося. Ведь не только аристократия способна изучать науки и пользоваться достижением этих наук. Мы знаем Исаака Ньютона, мы знаем людей, которые станки изобретали. Из низов общества они поднимаются, общество их делает выдающимися людьми. И потом, когда они умирают, их хоронят в Вестминстерском аббатстве, рядом с отпрысками королевской фамилии. Или рядом там с самыми выдающимися людьми. Это показывает, что вот это духовная аристократия. И значит, вот любой человек может таким духовным аристократом стать. Макаров, когда вернулся обратно в Россию, он опубликовал записки о своем путешествии и пишет о Смирнове. Человек довольно молодой, довольно недурной, высокого роста, стройной, статной, осанестой. Это я пытаюсь вам особенности московского говора передать того времени. Стройной, статной, осанестой. Одетый с величайшим старанием, но без всякого оказания неприличного щегольства. Словом сказать, молодой, хорошо воспитанный лорд. И сей лорд был господин Смирнов, русский священник при посольстве. Далее автор сообщает о том, что Смирнов человек очень умной. Знает хорошо латинской язык, говорит по-французски, по-немецки, по-английски. Смирнов очень быстро выучил, хорошо разговаривал, как природный язык. И потом вот этот вот, то, что Кросс называет разведывательный отдел посольства, они могли даже в трудные времена брошюры выпускать на английском языке. Анонимные брошюры или подписываясь один доброжелательный англичанин. То есть как бы воздействовали вот на общественную полемику, используя те возможности, которые свободы печати, отсутствие цензуры с начала 18 века, которые были вот в Великобритании. Знает хорошо латинский язык, говорит по-французски, по-немецки, по-английски. И если я не ошибаюсь, по-итальянски. Много читал и сам переводит и сочиняет. Он любит англичан до чрезвычайности, зато и англичане любят его. Не думаю, чтобы он захотел жить где-нибудь в другом месте, кроме Лондона. Карамзин в своих письмах русского путешественника пишет о том, что Смирнов водил его в кофейные дома британской столицы. Кофейные дома – это не просто место, где можно посидеть, отдохнуть, расслабиться, попить кофе. Это место, где собиралось купечество, торгующее с Россией. И это место, где завязывались контракты, планы формировались, знакомства многочисленные составлялись. То есть, это такой вот клуб. Может быть, купечество не имело права на то, чтобы у него свой клуб какой-то был. Это потом, в будущем будет. Но кофейные дома – это место, где можно было поучаствовать в такой конкретной живой деятельности и познакомиться со многими выдающимися англичанами. Смирнов часто это делал, он часто водил людей в эти кофейные дома, потому что целью своей жизни он поставлял связь русских с англичанами. Не только связь политическая, не только связь купеческая, не только связь торговая, но еще и огромная литературная деятельность. Смирнов, вот как Кросс его называет в своей работе, это первый русский автор, который стал посредником в переводах английской литературы на русский язык и русской литературы на английский. Но правда, это литература 18 века, как вот говорит наш замечательный автор, академик Алексеев, Михаил Павлович Алексеев, филолог, который занимался бытованием английского языка в России и русского языка в Англии. Но вы понимаете, что английский в России – это гораздо более тема обширная, чем русский в Англии, у него там какая-то определенная только ниша существует. И вот огромная монография, фундаментальная, которая после смерти Алексеева вышла уже – «Русско-английские литературные связи 18-19 века». В 82-м году она вышла. Кросс первую работу о Смирнове в 76-м году опубликовал. Вот он является первооткрывателем этого человека. Но уже 82-й год уже вот работа советского, российского, если можно, вот поскольку он влияние сохраняет, да, так его назвать. И он много пишет о Смирнове, и вот как Алексеев Смирнова оценивает. О Якове Ивановиче Смирнове следует сказать особо, как о человеке, немало потрудившемся на поприще англо-русского сближения. По отзывам его современников, это был широко образованный человек, всю жизнь интересовавшийся историей, литературой и искусствами, прекрасно владевший не только английским, но и другими европейскими языками, и находившийся в личных сношениях и переписке со многими английскими политическими и общественными деятелями, учеными, историками и литераторами. Но можно даже сказать, что ни один англичанин, который отправлялся в Россию в конце 18-го, первой половины 19-го веков, не избегал встречи со Смирновым. Вот любого, кого мы возьмем по служебным делам, или туристы, которые ездили, Петербург уже входил в гран-тур молодого образованного англичанина. То есть Берлин надо было обязательно посетить, Стокгольм надо было обязательно посетить, Петербург надо было обязательно посетить, Москву как древнюю столицу русского государства, и сравнение провести, конечно, между Петербургом и Москвой. Ну и место сражения при Полтаве нужно было посетить, место сражения при Лесной тоже обязательно, потому что Петр Первый – это для английского национального сознания особое значение, особое влияние. У того же самого Кросса есть очень хорошая работа, которая называется «Английский Петр». Осознание образа Петра в английской литературе с самого начала, как Петр там появился, и до наших дней. К Петру отношение совершенно особое. Отношение английское – это варвар, который появился на английской земле, воспринял то, что он мог воспринять, цивилизовался, и потом дальше ведет огромную, выдающуюся государственную деятельность. Если бы он цивилизовался во Франции, то такого влияния, конечно, не было. Или там голландский эпизод какой-то временный, небольшой. Но вот то, что это именно восприятие английской цивилизованности, английской образованности, английской системы государственного управления, заставляет англичан особенное внимание на эту фигуру обращать. И чаще всего это положительный образ, чаще всего это положительные коннотации. Хотя, если мы почитаем, и Кросс этого не скрывает, о том, как вел себя Петр Первый на английской земле, со своими приближенными, с Меншиковым, о том, как они там дворец разгромили, в котором их поселили. И для того, чтобы к морю выходить, они прорубили дырку в живой изгороди. А садовник этого дворца, он 20 лет эту изгородь высаживал, бился над каждым кустиком, и они прорубили дырку в изгороди, через которую никто не мог пролезть, даже кошка не могла пролезть через эту изгородь. Но они справились с этим. И дырку в стене сделали, чтобы не вот так кораблям обходить, чтобы напрямую можно было проходить и смотреть, как корабли эти делаются. Вы чувствуете экспрессию, которая в сознании этого человека, в деятельности этого человека? Англичане ему это простили. Король Вильгельмаранский ассигновал даже потом 300 фунтов стерлингов на ремонт дворца, а там были полы оторваны, там были стены разбиты. То есть воинскими упражнениями занимались люди, которые там находились. Они не собирались так просто в углу где-то отсиживаться. Королевская власть ассигновала необходимое количество средств, чтобы дворец этот был приведен в естественное нормальное состояние тоже. Ну вот я вам покажу сейчас Симолина, Иван Матвеевич Симолин, при котором начинается деятельность Якова Ивановича Смирнова. И начинается его врастание в эту английскую жизнь, в английскую действительность. Он начинает выглядеть так, как я вам зачитал из воспоминаний Макарова. Молодой, хорошо одетый лорд, но без оказания всякого щегольства. Потом, когда я буду вам еще следующий словесный портрет, это конец уже его жизни. Федор Иванович Иордан, такой будущий академик, ректор Академии художеств. Но тогда студентом вот он учился в Лондоне. Он оставил тоже описание Смирнова. И мы можем представить, что привычки, характер этого человека, они не менялись. Но, конечно, самая большая часть деятельности 21 год, это при знаменитом, выдающемся графе Семена Романовича Воронцове. Чаще всего другой портрет показывает Воронцова, портрет Томаса Лоуренса, знаменитого английского художника. Но я вот хочу вам портрет Гутенбруно показать, немецкого художника. Здесь он еще не такой пожилой Воронцов. И он одет, как английский лорд. Вы можете себе представить, вот как одевался аристократ предельно скромно. То есть, аристократ, который не кичит со своим происхождением. Аристократ, который понимает весь груз ответственности, который накладывает на него вот это выдающееся происхождение. Знаменитый английский синий фраг. Синий фраг, белые шелковые челки, башмаки с пряжками серебряными или золотыми. Это вот только какие-то нюансы выдают аристократа. А самое главное, что есть у аристократа, это его честь. Его честь, его достоинство, его ответственность. И это, наверное, более всего в Англии было распространено. Многие русские путешественники, в частности, князь Александр Борисович Куракин, друг юности, детства и юности Павла Первого, восхищался жизнью аристократов в Англии. Аристократ – это вот настоящий создатель мира вокруг себя, который живет в своем поместье, все там устроить может, как он сам хочет в этом поместье. Если его призывает государство, если он считает нужным на службу какую-то, он идет на эту службу. Если он считает, что это не служба государства, а служба фавориту какому-то или королю, который в тирана превратился, он не идет на эту службу, и никто не может заставить его выполнять обязанности государственные. Возвращается обратно к себе в семью, в свое поместье, и дальше еще что-то важное для людей этого графства может сделать. У графа был загородный дом в Ричмонде, это аристократическое предместье, и он там со своей семьей вместе проживал. Это вот его дочь Екатерина, будущая графиня Пемброк, которая выйдет замуж за английского аристократа, и их сын будет военным министром Великобритании в эпоху Крымской войны. Ее называли русские, которые приезжали «наша графиня Пемброк», потому что еще были женщины тоже представительницы этой семьи, но вот это наша Катенька, «наша графиня Пемброк», и она никогда русских не забудет. Она обязательно, вот если русский корабль пребывал в порт, она старалась его посетить. И русским, которые в период разрывов оказались на территории Англии, гражданские лица или военнопленные, Екатерина Пемброк, обязательно, первая или вторая, в списках пожертвователей, чтобы деньги вот на этих людей были, чтобы они не испытывали никаких трудностей во время разрывов государственных отношений. Ну и Михаил, сын, знаменитый Михаил Семенович Воронцов, будущий фельдмаршал, губернатор Новороссии и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, который прислуживал в церкви, который помогал священнику, который пел на клиросе и сам выполнял обязанности церковника, если это нужно было, потому что церковников можно было одновременно два или три только в церкви иметь. Церковники очень маленькое содержание получали, это 200-300 рублей в год, всего-навсего, а поскольку цены росли в Англии постоянно, это вот о чем мы с вами говорили на прошлом занятии, что дороговизна все время в Англии росла, и расходы были очень большие, но деньги быстро обращались в организме Англии, поэтому страна успевала расплачиваться по своим долгам. Русские авторы писали, какой же колоссальный долг государственный у Англии, можно этими монетами серебряными три раза земной экватор выложить, но это не имело такого значения большого, это не гибель было государства, потому что велосипед очень быстро ехал, и вот это быстрое обращение денег, быстрое обращение средств, оно заставляло успевать, расплачиваться по долгам, и население там получало доход, который вот был ему необходим этому населению. Смирнов тоже этим занимался, он экономические знания тоже получал, адаптировал, он старался для церковников, которые прислуживали в церкви, лекции читать, а эти лекции были по разным наукам, чтобы они не вели праздную жизнь. Потому что очень часто, если церковник не был, чем-то еще занят, они спивали церковники, они занимались преступностью, грабежами занимались даже, пытаясь сами как-то восполнить вот эту вот нехватку денег, недостаток средств. Смирнов пытался их обучать, чтобы из них впоследствии получились выдающиеся люди. Я могу вам здесь примеры привести, но вот, к сожалению, портрет тоже не могу найти. Евстафьев, Алексей Григорьевич Евстафьев, начинал донской казак, чугуевский казак. Обучался тоже в Харькове, в Харьковском духовном училище. Он в 1809 году был назначен первым русским консулом в Бостоне. Ему доверили не священническую, а дипломатическую должность. И потом он будет с 1827 года русским генеральным консулом в Нью-Йорке. И умрет тоже в Нью-Йорке в 1857 году. И это памятник на могиле Евстафьева. Еще один выдающийся человек, который вот прошел школу выучки у Якова Ивановича Смирнова. О нем долгое время, но в советское время священник это непопулярная фигура для того, чтобы его изучать. И даже авторы, которые писали, вот видно, они цитировали документы Смирнова, они цитировали документы Воронцова, о чем Воронцов сообщал. Дальше по архивному делу идет документ, написанный Смирновым, не цитируется, пробел оставляется, и дальше снова письмо, которое от Воронцова исходит. То есть по идеологическим соображениям нельзя было вот об этом писать, нельзя было говорить. Евстафьев похоронен около Нью-Йорка на кладбище. Вот его могила. И его супруга тоже похоронена на этом кладбище. Он женился на американке. Сейчас я вам покажу изображение. Сара Сесилия Евстафьев звали эту женщину. У них родился ребенок мужского пола. Но он стал уже американцем. Он в Россию не вернулся. Этот человек должен быть у меня... Странно. Наверное, я вам в следующий раз, если будет такая возможность, покажу. Постамент лучше виден могилы жены. Почему-то вот здесь у меня не оказалось. А это вот то, что у вас на экране, вот вы видите, это шифры. Шифры, с помощью которых переписывалось русское посольство в Лондоне. Когда были разрывы отношений, когда переписку такую открытую официальную нельзя было вести, этим занимались и Воронцов, этим занимался Лизакевич, секретарь посольства, Франсуа Жоли, личный секретарь, посла, о котором я вам рассказывал уже, и Смирнову приходилось тоже этим заниматься. На нотах. Шифры на нотах. И здесь вот, если эти ноты посмотреть, то есть, когда ты пишешь шифровку, я так полагаю, что ноты должны были представлять какую-то композицию музыкальную. Потому что, зачем ты пересылаешь ноты, которые просто вот так хаотически расположены? То есть, надо было как-то какую-то музыку все-таки изобразить, а при этом каждая нота, она еще и слово какое-то означает. Вот у меня эти ксероксы, которые я когда-то в архиве внешней политики Российской империи сделал, и тут, знаете, либо букву какую-то означает каждая нота, либо такие слова, как Месье, Принц де Канде, Император, Англия, Пруссия, Россия, Венеция, Испания, Франция, Бонапарт, Министры, Общественное мнение, Esprit de public, Общественный дух, Масоны, Якобинцы, Турция, Польша, Роялисты, Армия, Бавария, Москва, даже вот такое есть, Швеция, Дания, Америка и мир. Вот это можно было так зашифровать. Я, я, к сожалению, не могу это сделать, но и раз ноты-то есть, то можно это попытаться сделать, да, и может быть даже, я предполагаю, какой, если бы я мог это сделать, какая-то лекция, когда вот здесь синтезатор поставлен, да, и я что-то такое там, да-да-да-да, допустим, могло быть, но и были более прозаические вещи, игральные карты, например, на игральных картах часто записи какие-то делались, вот два раза колоды карт одной и той же не играли, это считалось уже неприличным, эту колоду карт бросали на пол, ее подбирали служащие потом, и слуги, которые в доме были, и услуг был устойчивый доход, это в России было, и во Франции было, и в Англии было, они продавали эти карты, торговали, простые люди покупали карты, использованные гораздо дешевле, и потом можно было играть, а богатые люди дважды не играли, это и признак богатства, и то, что вот, как бы, игра заново начинается, и у тебя, если было неудач, то успех может быть, какие-то пометки делали на картах, вот здесь вот лицевую сторону я вам показываю, а с другой стороны, видите, это тоже шифр изображен, шифры, которые использовало посольство, очень короткое время, использовались шифры, потому что, конкурирующая сторона, конечно, тоже занималась этим, расшифровывали это, целые службы были, математики, которые занимались этим делом, но вот первая страна в мире, которая догадалась это делать, это опять-таки Англия, в Англии в 17 веке, выдающийся математик Джон Терло, был привлечен Оливером Кромвелем, для того, чтобы составить тайнопись, и способы расшифровки этой тайнописи, чтобы не было какого-то риэлистского заговора, чтобы можно было вовремя все это раскрыть, еще у меня таблица шифров тоже есть, здесь видите, вот группа букв с одной стороны написана, слева эта группа, а с другой стороны, видимо, разные комбинации, которые могли так или иначе, время от времени применяться, и видите, какое общее большое количество этих комбинаций, то есть нужно было потратить, конечно, много времени для того, чтобы шифр такой, шифр раскрыть, вот на обложке этого дела архивного, который мне удалось скопировать, есть даже фамилия человека, который составлял эти шифры, в Петербурге, в Государственной коллегии иностранных дел, действительно, и статский советник Градера занимался этим, но я, к сожалению, ничего больше об этом не знаю, человеке, а можно было бы отдельное исследование интересное написать, и шифры, они, видите, с какого времени хранятся, ну, хотя и менялись довольно часто эти шифры, вот при Воронцове, при графе Воронцове, первая напряженная такая ситуация возникла, когда война могла начаться, в период русско-турецкой войны, 1787-1791 годов, и вот в этой книге моей, которую я вам показывал, «Союз Петербурга и Лондона», есть образец шифрованного письма, который посылал, который Смирнов посылал, сначала он пишет что-то такую информацию общую, общего плана, но в Петербурге знают, что на нее внимание обращать не надо, на эту информацию, а потом дальше у него идет зашифрованное письмо. Были другие варианты, были другие возможности для того, чтобы переписываться, и кроме того, у него были помощники, которыми он руководил. Я вам показывал могилу Евстафьева, Алексей Григорьевича Евстафьева, а еще я вам давайте покажу, все-таки я обещал, я должен показать, где-то у меня это письмо было зашифрованное, вот как они шифровали, в Петербурге получали, и потом понимали, что нужно убрать, а какое письмо должно быть, вот оно, это письмо, посмотрите, вот я вам в книге его показываю, сначала какая-то посторонняя информация идет, о том, что он борется с конторой Пишеля и Брокдена, за то, чтобы своевременно субсидии выдавали, но это очень трудная борьба, а здесь в Петербурге, видите, вот скобочку поставили и написали по латыни 0, уничтожить, то есть внимание на это не следует обращать, а внимание следует обращать на группу цифр, которая была зашифрована. Первая такая сложная ситуация возникает в 1787 году, когда начинается русско-турецкая война, русские войска заняли очагов, то есть очень близко к зоне британских экономических интересов приблизились, и премьер-министр Уильям Питт-младший, о котором я вам говорил на прошлой лекции, он начал вести кампанию по подготовке военных действий против России, как только Россия вмешивается в ту зону, в сферу жизненных влияний Великобритании, которая всегда была там, с 17 века, например, необходимо здесь готовить войну, чтобы русские не могли это сделать, чтобы русские не могли разрушить позиции британских, там, или французских купцов, если это с Францией было связано, и начинается военная истерия Великобритании, все это называется в историографии очаговский кризис, и вот тогда, во время этого очаговского кризиса, 1790-91 годов, вот этот вот отдел, разведательный отдел посольства, о котором в кавычках Кросс пишет, они взяли на себя ответственность за публикацию брошюр, брошюры антивоенные, в газетах публикации были, на стенах ночью мелым писали, мы не хотим войны, но это все при условии того, что большинство населения Великобритании, успешным могло быть, большинство населения Великобритании было настроено антивоенно, считали, что Россия не сможет такие уж сильные позиции в Турции занять, возможностей таких нету, длительная борьба с Турцией, она вот Россию обескроивала, поэтому и нет необходимости вести военные действия, Россия подпишет мирный договор, она успокоится там на каких-то территориях, а дальше она не продвинется, вот эта вот антивоенная деятельность, она возбудила общественное мнение, она заставила говорить об этом, для британского политика всегда еще опасна борьба в парламенте, тогда оппозиция, Уильям Питт это Тори, это группа твердых Тори, оппозиция парламентская, это Виги, начинают вести борьбу, используют это общественное мнение, и Питт вынужден был уступить, Питт отказался от этих военных планов, от приготовлений, понимая, что да, действительно, ему не удастся обосновать свою позицию, ему не удастся убедить большинство населения в том, что военные расходы необходимы, а это принципиально важный вопрос, военные расходы утверждались в парламенте, то есть нужно было пройти длительную борьбу в парламенте, представьте, вот как английская политика отличается от континентальной политики, где во Франции решает король, или потом император Наполеон все решает, в Пруссии, понятно, решает король, в Австрии император, в России тоже решает все император, а здесь надо вести вот эту вот длительную борьбу, договариваться, система сдержек, противовесов, антиконституционных действий, в конце концов, еще обвинят, и он почел за лучшее уступить, не вести дело к военному приготовлению. Здесь, конечно, вот эта деятельность посольства, она была выдающаяся, и награды получили, и Воронцов награду получил, а священник Смирнов, ему более всего, конечно, важно и нужно было прибавка жалования, потому что семья-то была большая, семью необходимо было кормить, расходы были многочисленные, и ему была прибавка 200 фунтов стерлингов. Это значительная сумма была, на русские деньги, полторы тысячи рублей, но все равно, дороговизна-то все время быстрее росла в Великобритании, и вот в переписке Смирнова вот этот вопрос самый такой болезненный, вопрос необходимости прибавки жалования, потому что ему приходилось тратить еще на церковников свои деньги тоже, ему приходилось тратить на русских учеников, которые находились за границей, особенно когда деньги не своевременно поступали. Из Петербурга деньги поступали третями за три месяца, то есть нужно было какое-то время прожить, пока совершенно денег никаких не было, и приходилось у банкиров британских занимать под проценты деньги, и потом эти проценты возвращать, вот эта большая часть переписки тоже, постоянно я бьюсь над этим денежным вопросом, он когда мог лов в меч, меч висит у меня над головой этот денежный вопрос, ну и награда, если была, то для него самое важное это была денежная награда, чтобы можно было вот долги какие-то хотя бы ликвидировать. В 1802 году, в благодарность за то, что было в период разрыва отношений при Павле I, Воронцов ему выхлопотал дворянский диплом, дарование дворянства. Так это не дворянская семья была, это семья священника из Харьковской губернии, но с 1802 года, вот вы обратите внимание, здесь эта книга историка Михаила Сарни, нашего бывшего соотечественника, который в Лондоне живет, о русской церкви в Лондоне, с момента ее основания, с 1716 года, до начала 20 века, когда эмигранты, не захотевшие вернуться в советскую Россию, они еще поддерживали жизнь этой церкви. Вот здесь слева дворянский герб Смирновых, где голова русского двуглавого орла изображена. Вот портрет этого человека, это Фредерик Норд, лорд Гилфорд, один из православных англичан, которые были прихожанами этой церкви. А вот это вот фасад здания на улице Уэлбек-стрит, дом 32, где находилась русская посольская церковь. Вот эта вот дверь, это дверь в церковное помещение. Сейчас там церкви уже нету, давным-давно продано в частные руки, это еще было в 40-е годы, когда уже не было 20-го века, не было возможности у эмиграции поддерживать жизнь этой церкви. И это частное, владение частной компанией, там в центральном помещении переговорный зал устроен, зал для переговоров. Видите, вот где зеленым цветом и пальмы стоят, это современный вид. А это изображение, как она и в начале 19-го века тоже была, но 1865 года, когда уже другой священник в Лондоне был, Евгений Иванович Попов, тоже знаменитая личность, выдающаяся, о нем тоже можно лекцию сделать. А это задняя сторона дома, вот выходит в переулок, и здание это сохранилось до сегодняшнего дня. Если вы приглядитесь, там видно, вот крест даже такой, изображен в верхней части здания, то, что это церковное здание когда-то было. Плафоны остаются с изображением святых, с изображением ангелов остаются эти плафоны, но только по большому разрешению, по разрешению хозяев этой компании можно посетить. И вот Сарни удалось такое получить разрешение. Ну, тоже тяжелые времена настали, когда был разрыв отношений при Павле Первом. Здесь приказано было выехать всем сотрудникам посольства. Сейчас я вам покажу. Да, вот еще герб Смирновых тоже. Это барон Павел Андреевич Николаи. Последний дипломатический чиновник, который оставался в посольстве. Лизакевичу было, Воронцову было приказано вернуться в Россию. Он отказался в Россию возвращаться. При Павле Первом не хотел это делать. Потом ему позволено было остаться, где он пожелает, избрать самому себе место пребывания. И он уехал в приморский город Саугэмптон. Там находился в период разрыва, не исполняя обязанности. Ну, официально отставка ему была объявлена, а имущество его было взято в секвестр за долги британских банкиров. Британская контора Пиша Лей Брокдена задолжала 499 фунтов стерлингов. За эти долги император Павел Первый приказал конфисковать поместье Воронцова. Но понятно, что не только за саму сумму, которая не такая уж большая была, а за то, что он не боролся за возвращение этой суммы и отказался покидать Англию, отказался покидать Великобританию. Лизакевич остался секретарь посольства, его переместили в Копенгаген. Вот барон Николаи последний был чиновник дипломатический, и ему приказано было тоже выехать в Копенгаген. Когда Николаи уехал, никого не осталось в посольстве, кто мог бы выполнять обязанности. Еще оставались ученики русские в Англии, еще и русские офицеры находились на английских кораблях, которые блокировали Францию, или порты Голландии, испанские порты. Им было приказано срочно вернуться домой, а заниматься всем этим делом было поручено Якову Ивановичу Смирнову. И состоялся указ императора Павла Первого 29 сентября 1800 года «За отсутствием всех аккредитованных в посольстве чиновников поручается вам исполнять дипломатические обязанности». Хотя де юре не был утвержден в звании поверенного в делах Смирнов, никаких верительных грамот он не получал и никому не вручал, вот приходилось ему волею обстоятельств, воле случая выполнять такие обязанности. За ним был строгий надзор, установлен британцами. Британцы следили за каждым шагом священника, он об этом знал. И следить за ним было поручено британскому генеральному консулу в Петербурге Стивену Шарпу. Павел Первый отказался принимать Шарпа. Шарп уехал домой, на родину, потом хотел вернуться. Павел Первый никого не хотел из британцев принимать. Все посольство выслали, отношения были полностью разорваны. Стивен Шарп оставался в Лондоне, не у дел. И вот тогда правительство британское поручило ему конкретно следить за Смирновым. Он, как хорошо знакомый с этими делами человек, должен был заниматься именно этим делом. И министру иностранных дел, графу Гренвиллу, об этом каждый день сообщать, о том, что делает Смирнов. Более того, даже Шарп опубликовал в лондонской газете Observer письмо, открытое письмо, оно к купцам, конечно, было обращено, о том, что Смирнов продолжает переписываться со своей страной и общаться с ним опасно, с этим человеком. То есть, хотели и этот канал информации перекрыть, но не смогли его перекрыть до конца. Опять та же ситуация произошла, когда купечество британское, нуждавшееся в связях с Россией, в поставках кораблестроительных материалов, они все-таки информацию поставляли, понимая, что это во благо будет и России, и Великобритании. Одновременно с значением, вот таким якобы на пост дипломатический, подарок был сделан Павлом Первым, большой, значительный подарок. Священнику были дарованы тысячи геней, тысяча золотых монет из гвинейского золота. Генея – это не 20 шиллингов, как фунт стерлингов обычно, а генея – это 21 шиллинг, поэтому там 1100 фунтов ему было даровано. Но эти деньги Смирнов не получил никогда. Он успел за них поблагодарить императора. Есть его письмо с выражением огромной благодарности, с выражением привязанности и благоговения перед императором. Вот оно письмо, здесь это в моей книге приведено. Начинается оно. «Всемилостивейший государь. Едва успел я изъявить чувствование искреннейшей благодарности за всемилостивейшее удостоение меня орденом святого Иоанна Иерусалимского, еще его орденом святого Иоанна наградили тоже, как почти в тот же день извещен я о новых щедротах, на меня излиянных, по жалованию мне тысячи геней, во изъявление, по словам графа Федора Васильевича Ростопщина, высочайшего вашего удовольствия, за усердие, с коим стараюсь я исполнять, возложенное на меня поручение по делам службы». Но этого тысячу геней не получил никогда Смирнов, потому что пока суть до дела, деньги не были в Лондон переведены, а после смерти Павла I смерть монарха автоматически прекращала любое исполнение его приказаний до того момента, пока новый император не подтвердит исполнение, необходимость исполнения этих приказаний. Александр I Смирнову ничего не даровал. Кочубей написал потом Воронцову о том, что император тщательно исследовал документы, по которым видно, что получает священник, и обнаружил, что кроме 1200 рублей ежегодного жалования, еще 600 фунтов стерлингов по разным департаментам за исполнение разовых поручений. И поэтому решил пока на этом остановиться император. Но казалось бы, такие выдающиеся действия Смирнова находился постоянно под угрозой ареста. Могли бы в тюрьму его упечь. Из этой тюрьмы еще непонятно, когда бы я вышел. Потому что в тюрьмы-то английские, они были, конечно, ужасные. За государственные преступления сажали ниже земли преступника, чтобы он под землей находился. Сырое помещение, там заболевали люди и быстро умирали. И по древним средневековым законам поить должны были человека водой из лужи. Водой из грязной лужи. За то, чтобы он понимал, какое государственное преступление он совершил. Может быть, к Смирнову это бы не было применено, но нахождение в тюрьме и в тяжелых условиях среди больных людей, к чему бы это привело? Я бы думал, почему император так к нему отнесся, почему он ему не позволил прибавку жалования совершить. Но ведь начало правления императора это время, когда он подсчитывал все расходы государственные. Время начала выдающихся государственных реформ. Время, когда финансовый, жесткий режим финансовой экономии должен был быть введен. Поэтому нужно было потерпеть какое-то время, до того момента, когда реформы дадут уже свой эффект положительный. И тогда уже со временем, а пока давайте затянем пояса, император сам на это готов и всех к этому призывает. Император, например, высказывался о графе Румянцеве, Румянцев Николай Петрович, знаменитый, выдающийся аристократ, меценат, покровитель искусств, художеств. Видите, он изображен, это Джордж Доу, художник английский. У него бюст императора Александра стоит на столе. Вот Александр I говорил, что один только Румянцев у меня никогда ничего не просил. Остальная аристократия, остальные высшие чиновники, это постоянные просьбы увеличения жалования, дарования крестьян, дарования поместья и так далее. Ну давайте жесткой экономии. Вот Смирнов попал в этот режим жесткой экономии, хотя в дальнейшем заслуги его были оценены. Он от Екатерины II получил орден Святой Анны второй степени, от Павла I орден Святого Иоанна Иерусалимского, от Александра I после окончания эпохи наполеонских войн 1817 год. Это наперстный крест для священников в память Отечной войны 1812 года. И бриллиантовый перстень в 5000 рублей. Лично от самого императора. Еще один бриллиантовый перстень стоимостью 2500 рублей. Они разные были. Хранились в кабинете императора и знали, кому вот эти разные перстни. Это обычный такой подарок был вот для 19 века. Для женщин это ожерелье бриллиантовое, для мужчин вот эти вот перстни, которые можно было продавать, заложить. Это совершенно спокойно можно сделать и как бы деньги реальные получить за это. Вот один перстень от императора и второй перстень от его жены, Елизаветы Алексеевны, за то, что он занимался русскими учениками за границей. И конкретно воспитанником самой этой Елизаветы Алексеевны это был сын русского морского офицера Виктора Тулубьев. Отец его погиб во время наполеонских войн. И Тулубьев обучался в Королевском военно-морском колледже в Англии. Но, правда, он умер от чахотки, Тулубьев. И вот когда скончался мальчик, подросток уже, императрица, она награждала всех, кто занимался воспитанием этого ребенка. В том числе и Смирнов тоже получил. То есть нельзя сказать, чтобы он был вниманием обделен, но это вот не сразу происходило в течение длительного времени. Вот этот разрыв 800-801 годов, он, конечно, тяжело сказался на русской миссии. Смирнов очень переживал, что разрываются отношения. Когда он узнал о том, что Павел I скончался, ему, как и всем другим русским представителям за границей, Палин отправил письмо о том, что скончался апоплектическим ударом. Вот только это было известно. Больше ничего, никакой другой информации. То здесь выцаряется новый император Александр I. Вот такое письмо священника Смирнова. Это из архива внешней политики Российской империи тоже. Он Палину пишет от 2 по старому стилю или 14 по новому стилю апреля 1801 года. «Чувствуя крайнее прискорбие о кончине блаженной памяти государя-императора, наповинуясь неиспытанным судьбам Божиим, вся святою волею своей управляющим, проливаю от искреннего сердца чистейшие молитвы пред престолом Всевышнего да сохранит навсегда непоколебимо дрожайшее здравие его императорского величества ныне божественным промыслом счастливо царствующего, всемилостивившего нашего государя-императора Александра I, давно уже в сердцах верноподданных своих особенной благостью и добродетелями воцарившегося». Он, конечно, с большим удовольствием воспринимает известие о том, что отношения восстанавливаются, жизнь русской миссии в Англии нормализуется. Александр I, как уже я вам раньше об этом говорил, он сначала не хотел вообще участие в войне принимать. Какое-то время Россия должна была быть в спокойном состоянии, чтобы реформы эти внутренние заработали, чтобы они в жизнь были проведены. Но потом становится ясно, что с Францией необходимо будет бороться, с Францией необходимо будет сражаться. Начинается эпоха наполеонских войн, третья коалиция, четвертая коалиция. Третья коалиция бесславно заканчивается. И после окончания третьей коалиции, я вам хочу показать сейчас Максима Максимовича Лапеуса, еще одного представителя, английские министры временно утратили желание сотрудничать с Россией. Вот в период пятого-шестого годов Максим Чалапеус был представителем, и у него было совершенно мало времени для того, чтобы войти в дела, и там Смирнов ему во всем помогал. Смирнов был таким незаменимым человеком в этом посольстве, с которым необходимо было, конечно, советоваться, сотрудничать. Лапеус сам об этом тоже пишет. Потом коалиция шестого-седьмого годов, четвертая тоже бесславно заканчивается. Александр I понимает, что Англия не способна быть его, вот хотя бы на этом периоде, таким союзником деятельным. Английские министры сами не понимают, куда им дальше двигаться. И он заключает тильзитский мир с Францией, разрыв отношений опять. И опять Смирнов остается один в этом посольстве. Опять уезжают чиновники дипломатические, Воронцов подает в отставку, он уже никогда больше послом не будет, но остается до конца жизни в Англии на правах частного лица. Жил он в Ричмонде, его обязательно посещали, русские путешественники, которые приезжали. Он был сторонником восстановления отношений с Англией. Но пока вы понимаете, 807, 808, 809 год, это не ко двору было у Александра I. Александр I, он начал другую комбинацию реализовывать, в жизнь проводить, надеясь все-таки на то, что Наполеон уже навоевался. Наполеон уже все захватил, что можно захватить. И он будет заинтересован в дальнейшем стабильном развитии Европы. Но я вам цифры приводил о том, сколько британцы вывозили товаров из Петербурга, из Кронштадта. 63% товаров в 1804 год, а все остальные 3%. То есть надежда была на то, что вот эти 3% они превратятся в 63, или там может быть в 73, еще больше. Но надежда такая не реализовалась, потому что Франции не нужны были большинство товаров, которые поставляла Россия, особенно кораблестроительные материалы, потому что флот французский в это время пребывал, понятно, в каком состоянии. Опять тяжелая ситуация, опять Смирнов остается один, опять ему приходится прикладывать все силы для того, чтобы заниматься судьбами россиян, которые остались вот на английской земле, возвращать учеников многочисленных, которые были в Англии обратно, а потом военнопленные стали прибавляться еще к этому. Сражений-то больших и крупных не было между Россией и Британией. На суше же не могли две армии встретиться, но на морях были стычки, были сражения, были захваты в плен русских кораблей, и военнопленные стали появляться в Англии. Офицеров отделяли, британцы обязательно, отдельно офицеры, отдельно рядовые, для того, чтобы восстания не было. Вот где-то в лагерях, где они их собирали, а находились пленные. Вы знаете, британцы уже что делали? Они на старых кораблях пленных размещали, корабли из которых было снято вооружение, и они были в плавучие тюрьмы, превращены эти корабли. Вот посмотрите, это правда уже периоды Крымской войны, корабль Деваншир, бывший корабль британского военно-морского флота, он для русских военнопленных был предназначен. Тут вот медсестры, которые в плен были взяты, и вот пленные, которые в трюме этого корабля находятся. Не самое благоприятное место для расположения, но офицеры в более, конечно, благоприятных условиях. В городе Андовере, 66 миль от Лондона, в старом замке, который там находился, старинный средневековый, они были скоплены, вот эти вот офицеры, отдельно находились. Смирнов сделал все для того, чтобы и офицеры, и нижние чины получили достаточное содержание. Ему удавалось добиться того, чтобы не впроголодь жили эти люди, а более-менее сносное существование. Я находил даже в архиве внешней политики рационы питания для нижних чинов, для офицеров, денежное довольствие, денежное содержание. Оно было достаточное. Оно было такое же, как и у офицеров, и у нижних чинов британской армии, британской сухопутной армии. У флота там лучше было. До уровня флота, конечно, не доходили военнопленные. Но надо учитывать, что англичане, они должны были еще и французские пленные на английской земле, и испанские пленные, и голландцы, которые были взяты в плен, и представители других наций, которые тоже воевали за Наполеона. Средств не хватало на всех. Смирнову приходилось все это выбивать. И здесь он пользовался помощью англичан, которые с помощью частной благотворительностью им удалось целый комитет создать. Комитет помощи русским военнопленным. Возглавил этот комитет банкир Джон Джулиус Ангерстайн или Ангерштейн, как его называли в России, уроженец Петербурга. Тот, который родился в Петербурге, который состояние свое в Петербурге составил, потом уехал в Англию, но симпатии к России у него оставались. Он, кстати говоря, основатель национальной картинной галереи в Англии. Его коллекция картин, которые этот банкир собрал, она в основу этой картинной галереи легла. И вот Ангерштейн, он был активным участником. Самому священнику тоже не очень удобно там было первой роли играть. Ангерштейн, другие англичане, которые торговали с Англией, русские, которые оставались в Англии на правах частных лиц, воронцов, они постоянно давали деньги для того, чтобы помогать вот этим военнопленным. Но положение, конечно, было очень тяжелое, положение было сложное, особенно, когда появлялись вот такие вот соотечественники, как Василий Иванович Дусаев, с которыми приходилось сложно работать. А Дусаеву же я вам говорил, ну разве Дусаев был такой один? Вот посмотрите, был церковник в посольстве, не из Харьковской духовной коллегии. Это был редкий случай, когда они из Харькова прислали однофамилец Смирнова, Алексей Смирнов, звали этого человека. Он наделал множество долгов и представил расписки в этих долгах на оплату священнику, как своему непосредственному начальнику, своему руководителю. 90 фунтов стерлингов задолжал, это вот 807-808 годы. Он, Алексей Смирнов, задолжал двум партным, которые его обшивали, учителям французского языка и музыки, а также хозяину квартиры и прачки. И когда Смирнов потребовал, чтобы он срочно уехал в Россию, чтобы вот это негативное влияние такое не было, тоже в Англии, Смирнов, Алексей, стал забрасывать его письмами о том, что он уехать не может, потому что самим канцлером Румянцевым ему поручено оставаться в Англии и собирать важную информацию. То есть церковник намекал на то, что он остается в качестве разведчика в Англии. Смирнову пришлось писать Румянцеву, запрашивать его. Действительно ли это было так? Ведь так могло произойти, как самим Смирновому это произошло? И Румянцев ему ответил, что ничего подобного, конечно, никакого такого поручения Алексею Смирнову не давалось. И дальше еще борьба продолжалась, чтобы он выехал, этот Алексей Смирнов, из Англии. Иначе юноша оказался бы в тюрьме, а долги были все бы его отправлены Якову Ивановичу Смирнову. Но это все не образумило Алексея, который бомбардировал священника письмами о том, что он тиран, злодей, совершает насилие по отношению к нему. И причем постоянно добавлял, я немало не заслуживаю столь строгого, но несправедливого вашего поступка по отношению ко мне. Ну как же так, вы вот приказания высших властей осмеливаетесь нарушать. В конце концов, ему с огромным трудом удалось его домой все-таки отправить. В июне 1811 года все это время Алексей Смирнов в Англии провел. И он еще при этом письмо с ним вместе отправил, Круменцеву адресованное. И вот оцените доброту этого человека, доброту Смирнова. Он никогда не отвечал злом на зло, а отвечал добром всегда на зло, которое ему сделали. В этом письме говорилось, Алексей Смирнов – человек трезвенного жития. Это надо было добавить обязательно, потому что не всегда такие вот случаи хорошие были. И выучился изрядно по-английски. И, конечно, для всякой другой, соразмерно его дарование в должности будет способнее, чем для церковнической, для которой он не одарен ни потребным голосом, ни вниманием. Ну дальше там вот ситуация, я описываю, которая с Дусаевым была. Были случаи, когда русские дипломаты, такие как барон Николаи, говорили, вот Воронцову Николаи письмо отправил, но это еще было в 1804 году, что Смирнова надо убирать из посольства, потому что он монополизировал связи с британскими купцами. Как писал Николаи, преподобный предполагает, что он пользуется слишком большим доверием местных купцов. И надо бы вместо этого какого-то другого человека. Но это вот один такой случай негативного отношения к Якову Ивановичу Смирнову, который я нашел. А другой случай, это первый русский индолог Герасим Степанович Лебедев, который добровольно в Индию отправился еще в конце 18 века, там 12 лет в Индии провел. Он музыкант был, он собиратель был музыки индийской. Он там представления европейские давал, а в Европе представления на индийский манер. Алфавит браминский составил. Бенгальский язык изучал. Но в конце концов он деньги все там потерял, в Индии с огромным трудом до Англии добрался и обратился к Смирнову, чтобы тот помощь ему оказал. А Смирнов его заподозрил в связях с русскими якобинцами. Это уже был 1798 год. Ситуация была тяжелая. И соответствующее письмо Воронцову написал. Так вот Лебедев, когда об этом узнал, он каких только слов у него не было. Мерзавец, негодяй, подлец, сокрушил меня, обобрал меня. Он так же несчастных русских купцов тут всех крушит, как меня тоже. Ну вот и Лебедев оставил о себе большую память в истории России. А Смирнов, видите, был забыт. О Смирнове никто не говорил. Поэтому часто в исследованиях востоковедческих встречается, что вот Лебедева никто не понимал, никто ему не помогал, никто не способствовал. Хотя когда он был в Индии, ему много Смирнов помогал. И тот оттуда из Индии деньги для посольской церкви присылал. Потому что Лебедев тоже был сам выходец из семьи московского священника. Он хорошо всю эту внутреннюю жизнь церковную знал. И между ними могли бы быть хорошие отношения. Но вот такие сложные оказались. Но это только два примера всего. о негативных случаях, которые я нашел, исследуя жизнь и деятельность Смирнова. Но, слава богу, разрыв закончился восстановлением отношений. Тайные переговоры уже в 1811 году с Великобританией начинает император Александр I. И они в Османской империи с британскими представителями шли. И в Швеции одновременно эти переговоры. Но это только после того, как Александр I убедился в том, что Франция не может быть его партнером. Французский император не будет содействовать тому, что мир и стабильность установились на территории Европы. И тем более, начал требовать, чтобы французские таможенные чиновники были в русских портах размещены. Здесь понятно, что нужно было отношения восстанавливать с Англией. Смирнов содействовал тому, что все русские военнопленные, а я нашел имена этих людей в архиве внешней политики, 378 человек. Работу тоже, вот таблицу составить, потому что в этих документах указано, в каких полках служили, откуда родом были эти люди, отдельно офицеры, отдельно нижние чины, отдельно моряки, отдельно представители сухопутных войск. Все они были возвращены в 11-м, начале 12-го годов на родину. Англичане их доставили до Ревеля, высадили в Ревеле, и этих военнопленных приняли на русской земле, отправили в полки, и они успели все принять участие в Отечественной войне 1812 года и в заграничных походах еще 13-14 годов тоже. А Смирнов остался в Лондоне, он потом служил еще 22 года, это при князе Ливине, Христофор Андреевич Ливин, тоже интересная фигура, выдающаяся, вот он, я вам его покажу, это муж еще более знаменитой тоже женщины, Доротея Ливин, Дарья Христофоровна Ливин. Говорят о том, что Дарья Христофоровна была умнее своего мужа, называли ее госпожа посол, в отличие от того, что он только там светскими балами занимается, она вот была знакома с выдающимися людьми Франции, Англии, талантливая женщина, увлеченная женщинополитикой, хотя официально, конечно, невозможно было занимать никаких должностей. 22 года при графе Ливине служил еще Смирнов, он принимал учеников, путешественников принимал, содействовал тому, чтобы они были у лучших оружейников на учебу помещены, у лучших агрономов английских. Даже когда времена были опасны, например, восстание в Польше 1830 года, в Англии была значительная антироссийская истерия, и не принимали никакие оружейники английские, не принимали русских учеников. Вот удалось Смирнову только благодаря своим личным знакомствам к двум выдающимся оружейникам устроить, и они обучали, действительно, вот наших учеников, несмотря на то, что политические отношения такие были сложные в это время, и он способствовал тому, чтобы англо-русские литературные связи продолжались. Алексеев даже называет Смирнова и вот других помощников его, церковников, которые в Лондоне работали, он их называет выдающимися посредниками в связях между английской и русской литературой. Но, правда, отмечаю то, что они, конечно, знали Пушкина, они знали Вяземского, они знали Жуковского, но все это не считали, достойной литературы. Это так вот, молодежь там забавляется в России, молодежь балуется по калькам французским, по калькам английским, а надо настоящую русскую литературу. Они были архаистами, они переводили в основном Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, но без этой базы, без начальной деятельности невозможно было все остальное. Потом со временем англичане, конечно, и всех остальных тоже узнают. Потом еще важный такой момент, который я вам хотел сказать о Смирнове, он обязательно, когда занимался с учениками русскими, он старался, чтобы они максимально проявили свои способности, и чтобы они начинали публиковать свои произведения уже в Англии, понимая, что произведение, которое в Англии опубликовано, оно в России будет с удвоенным вниманием воспринято. А это не произведение англичанина, а это произведение русского человека, который в дальнейшем будет свои знания, свои таланты, свои способности на русской почве развивать. Уже в конце жизни Смирнов стал терять зрение, оно начало у него ослабевать. Описывает его Николай Иванович Греч, который был в Англии, пишет его о том, что он увидел одинокого русского, который окружен был русскими иконами, как будто одинокий путешественник на каком-то одиноком острове. Кросс пишет о том, что Греч здесь работал в руслах теории официальной народности. У него должны были все быть одинокими русскими, на чужбине, сохраняя, обязательно, никогда и так далее, и так далее, и так далее. Но действительно Смирнов не собирался возвращаться уже. Он понимал, что он оторван от родины навсегда, что жизнь его совершенно другая, и он больше пользы здесь может в Англии принести, сохраняя привычки, привязанности. Вот я вам хотел описание еще одно его прочитать. Это уже пожилой Смирнов. Федор Иванович Иордан описывает его, когда он увидел в 1830 году. У меня прямо вопрос к Иордану. Федор Иванович, ну чего же вы не нарисовали портрет-то? Ну почему уж столько учеников, столько художников молодых прошло, и ни одного портрета мы не находим? Даже на сайте Российского посольства Великобритании сейчас справка о Смирнове висит, поскольку он все-таки выполнял обязанности представителя в период разрыва при Павле, и там написано, что портретов не найдено Якова Ивановича Смирнова. Ну вот хотя бы словесное описание есть. Смирнов обещал Иордану к лучшему лондонскому графику устроить его, Раймбуху, переселенцу из Германии, и выполнил свое обещание. То есть никогда пустых обещаний у него не было. Если он мог, он обязательно это делал. Вот каким увидел его Федор Иванович Иордан. Он предстал передо мной, будучи одет лордом старых времен, в длинном фраке с фалдами, доходящими почти до пят, с пряжками на башмаках, в штиблетах, с низкой шляпой с большими полями и могучую большую палку в руке с серебряным набалдашником. Весь этот внешний вид внушал к нему искреннее почтение. Он шел тихо, описывая палку и круг, и при его почтенной наружности, с косою назади, с сильно напудренными волосами и зачесанными висками. Он казался мне живым портретом голландской школы 18 века. Уже в далекое-далекое прошлое ушли времена, когда он был молодым, когда он только начинал свою деятельность. И это уже для молодого человека, для Федора Ивановича Иордана портрет 18 века. Жалко, конечно, что вот такой портрет не появился, что он не был нам представлен сегодня здесь. Но вы можете хотя бы по изображению Самбурского представить, как вот Яков Иванович Смирнов выглядел. Что еще я могу вам показать? Вот те связи экономические огромные, которые были в России, у России и Великобритании, они в том числе с помощью Смирнова тоже развивались. И вот это рекламный проспект, я специально увеличил вам верхушку этого проспекта, английской фирмы Hancock Shepard Erikson. Фирма, которая торговала стеклянными изделиями, лампами, стеклянными изделиями, посудой. А это вот полное изображение этого проспекта рекламного. И здесь вот с одной стороны герб русского императорского двора, а с другой стороны английский герб королевский, поставщик и русского императорского двора, и королевского двора английского одновременно. С помощью Смирнова тоже вот такая деятельность производилась. Я могу вам показать коносомент, вот такой вот документ, коносомент корабельный. Это описание всего того, что перевозится на корабле. Ящики под номерами, под литерами римскими, откуда отправляется, куда отправляется, сколько страховка, сколько фрахт, сколько времени будет в пути, в какие порты будет заходить. И все это одновременно и в Англии хранилось, и в Петербург отправлялось тоже. То есть надо было быть человеком, обладающим не только представлениями о своей миссии религиозной, важности религиозной, конечно, миссии, но и широко образованным человеком, дальновидным человеком, с независимыми взглядами, независимыми суждениями, который сам может определить вот в трудную ситуацию, пока не было известия из Петербурга, что надо делать, а чего не надо делать. В сообщениях Смирнова мы можем с вами найти массу деталей о том, что полезно и важно будет для России в будущем. Но кто мог еще тогда в начале 19 века догадаться, это вот 30-е годы, что паровоз нужен будет. Это не паровоз Стивенсона, как писали тогда, знаменитый ракета, о котором чаще всего пишут. Это вот Яков Иванович Смирновку увидел на угольных копиях паровая машина Бленкенсопа. Вы видите, что это паровоз самый настоящий, который уголь перевозит. И немедленно это было скопировано, и немедленно это было послано, и в архив государственной коллегии это легло. И так там это и пролежало до того дня, пока вот я не заинтересовался этой паровой машиной Бленкенсопа. То есть, кроме того, что есть какие-то выдающиеся изобретения, нужна, конечно, почва, на которой они будут использованы. А в России это появится только в период правления императора Николая I. Вот такой выдающийся человек, который долгое время, длительное время служил в русском посольстве, при церкви этого посольства. Он был забыт потомками. Уже в конце 19 века о нем мало кто вспоминал о Смирнове. Иногда только какие-то вот отдельные упоминания. В советское время, конечно, фигура эта была вычеркнута из исследований. Ссылаться на него было неприлично, как у священника православного, который занимался этими связями. И только вот в 90-е годы начали потихонечку об этом говорить, начали это исследовать. Но Алексееву было позволено это сделать. Он занимал выдающееся место в советской филологической науке. Человек, который с 1926 года начал заниматься изучением бытования английского языка в России и русского языка в Англии. В 1982 год вот эта монография вышла, но она, видите, такая филологическая, филологически-историческая монография. Для историков это не имело большого значения. Ну а когда монография Кросса выходит, и она была тем более, хотя только в 1996 году переведена на русский язык, вот это вот Утемских берегов. А потом у него еще вышла в конце 90-х, а на русский в 2005 году еще одна парная монография, тоже у Кросса есть, она называется «У Невских берегов» или «На берегах Невы». Это вот россияне в Британии в 18 веке, а следующая еще более толстая монография в Петербурге, в издательстве Дмитрия Буланина, она была издана, а это британская община в России. И там у него словарь подробный приложен кто, когда, что. И Смирнову тоже время посвящено. Фигура эта восстановлена, мы ее вынули из архивов, показали читателям этого человека. Но вы знаете, как-то не развивается дальше исследование этой темы, оно почему-то снова останавливается. Отдельные какие-то маленькие работы появляются иногда, но они излагают все давным-давно хорошо известные сведения уже. Надо, конечно, закопаться в архивы. В архиве внешней политики Российской империи есть личный фонд Смирнова. Вот это сбивает очень исследователей. 344 фонд и отдельная опись 840 Яков Иванович Смирнов. Берешь эту опись, открываешь ее хозяйственные счета. Хозяйственные счета, расписки, получение денег, просьба об увеличении жалования. Но ты всю опись посмотрел, ты добросовестно работа, все это проделал, неинтересная фигура для исследования. И откладываешь ее в сторону. Только деньги клянчил все время человек. Больше у него там никакой не было деятельности. Но вот другие фонды того же самого архива, архива внешней политики Российской империи, и особенно вот самый выдающийся там фонд, 133 в этом архиве, это канцелярия министра иностранных дел. Самые важные документы, самые важные дела, которые на стол министру иностранных дел поступали. Вот там очень много переписки Смирнова. И в государственном архиве Российской Федерации, хоть он так называется, Госархив Российской Федерации, там есть документы 19 века, там некоторые документы, переписка Смирнова, вот я тоже находил. То есть можно еще писать, можно еще исследовать, и я могу со временем вам какой-то новый интересный материал о нем представить. Спасибо за внимание. Материал на монографию. И у меня, знаете, вот есть очень большое желание издательству «Молодая гвардия» предложить, которое выпускает очень интересную серию «Жизнь замечательных людей», но еще серия тоже одна есть «Повседневная жизнь». Вы знаете, вот в этой серии «Повседневная жизнь» вышла книга Бориса Николаевича Григорьева «Повседневная жизнь русского дипломата 19 века». И там о Смирнове тоже говорится. Но человек пользовался старыми материалами, непроверенными, и поэтому большое количество ошибок, большое количество искажений. Так, конечно, он ему говорит, мой бог, какой слух распространился по всему городу. Вы в это верите, месье? Я отвечал ему, да, я в это верю. Вы действительно в это верите, месье? Повторяет он, пытаясь какой-то разговор завязать. Да, я верю, что это произошло, говорит Смирнов. Боже мой, говорит француз, а как это произошло? Мы, знаете, должны с вами верить в то, что это произошло. А больше я ничего не могу вам сказать. И вот такой разговор состоялся между русским представителем и французским представителем. «Это очень печально, месье», сказал Отто. И медленно пошел к выходу, пятясь, ожидая, что ему что-то еще расскажут. Ничего больше от священника Смирнова он не услышал. Когда Палину эта информация была сообщена, Палин ему написал «Правильно построили разговор». Молодец. Он был женат на дочери священника, русского священника. Вместе с ней он уехал в Англию тоже. Поощрялся выезд женатых священнослужителей и церковников женатых. Ну, для того, чтобы они не пускались во все тяжкие, вот за границах в этих. Но, представляете, пятеро детей она родила, организм был истощен, и в 1790 году она скончалась. И все остальное время он прожил вот только со своими детьми. С мальчиками, трое девочек тоже. Мальчики стали дипломатами, переводчиками. Сын Иван и второй сын Петр. В честь братьев своих он их назвал. Вот у Петра, если я не ошибаюсь, у него была очень трагическая судьба. Исследователи путаются в братьях Смирнова и в детях, потому что у них одинаковые имена были, и у братьев, и у детей. В интернете даже можно увидеть, есть какие-то энтузиасты, которые объявляют себя потомками Смирнова и публикуют об этом соответствующее произведение. Там даже ему приписывают какого-то благочинного церквей Зарайского уезда. Какого Зарайского уезда? Если человек был выходцем из Харьковской губернии. И пишут вот о том, что я новые сведения нашел. Вот его родственником был вот этот благочинный церквей. А дальше текст идет, информация, она взята вот из этой книги. Союз Петербурга и Лондона. И написано дальше в конце. При перепечатке прошу ссылаться на меня, Иванова Ивана Ивановича. То есть есть такие вещи. Вот Петр, он был потом послан в Данию, в Копенгаген. Он женат был на англичанке. Жена его носит фамилию Смирнова, хотя не является русской. И тоже трудно, мне долго пришлось забираться, что это за Смирнова такая. То ли это дочь священника, то ли кто-то еще. Она в России вынуждена была уехать, потому что Петр в 1810 году погиб при загадочных обстоятельствах. Были сведения о том, что его французы убили. В Копенгагене его ликвидировали, устранили, чтобы информация, важная информация разведывательная, 1810 год. Это время, когда Наполеон, скорее всего, уже понял, что союз Тильзитский невозможно будет сохранить, что дальше ситуация такая не сохранится, и надо готовить большую армию для того, чтобы воевать с Россией. Хотя это тоже дискуссия среди историков. 1810 или 1811 год, когда начинаются активные дипломатические контакты с Россией, для того, чтобы французские таможенные чиновники были в русских портах размещены, для контроля за соблюдением континентальной блокады. И вот все такие споры у нас идут, 10 или 11. Хотя, скорее всего, склонимся мы к 10 году, наверное, потому что есть документы из-под пера Наполеона самого исходящие, и есть большой доклад Шампаньи, министра иностранных дел Юго-Маре, графа де Шампаньи, о том, что делать, если Россия выйдет из Тильзитского союза. Вот это действительно была записка, составленная потому, что они поняли уже, что Россия не будет там держаться в союзе Тильзитском. Или это просто... Ну, как часто дипломаты думают о том, что в таком случае может быть, в сяком случае, в пятом, в десятом, в тридцатом случае, и на всякий пожарный случай пишут вот эти вот записки все. Вот такая вот идет идейная борьба, сопротивление, споры. Но нам важно, конечно, показать, что Александр I не нарушал условия Тильзитского союза, что это не торговля была с англичанами, а это была торговля с нейтральными странами, с нейтральными государствами, которые можно было проверить, когда они там проходят по этим проливам всем мимо Франции, мимо Дании, мимо Пруссии. И вот здесь вот доказать, что все-таки агрессивная политика императора Наполеона привела к тому, что война такая, русская кампания, как во Франции называют, или отечественная война 12-го года, она была развязана. Так что впереди большие цели, большие задачи, работать, работать, писать. И иногда вот разбирая документы, казалось бы, не такого выдающегося человека, не такого важного человека, целый пласт информации находишь, целый новый огромный пласт. Граф Карл Осипович Поцу-де-Борго. Карл Осипович, Карл Андреевич его называли по-разному. Шарль Андре, личный враг Бонапарта, корсиканец, который был на русской службе, и потом был и русским послом в Англии тоже. И во Франции потом будет русским послом, умрет он во Франции, похоронен во Франции тоже. При нем тоже Смирнов служил, действовал, активную помощь послу оказывал. То есть это вот такой посредник, который необходим был любому дипломату русскому, находящемуся в посольстве. Дипломат не может заниматься всеми теми делами, которым занимался священник. Смирнов был просто незаменим. А память о нем, видите, вот не сохранилась, об этом выдающемся человеке. Я так тоже вот читал лекцию открытую о Смирнове, когда-то рассказывал. Говорю, он вот не оценен в русской истории. А мне какой-то говорит слушатель, Александр Анатольевич, а кто оценен в русской истории? Назовите, покажите пальцем. И тогда мы скажем, ой, Господи, Слава, спасибо тебе за то, что там он это рассказал. Ну, не зря Марк Блок говорил о том, что историк подобен людоеду. Он всегда там, где пахнет человечиной. Мы сегодня с вами занимались человеком, выдающимся человеком, который сделал много важного, полезного и для Англии, и для России тоже. И о нем, конечно, надо рассказывать, о нем надо вспоминать. Спасибо вам. Что еще я вам не показал? Да, вот посмотрите, это еще один церковник русского посольства, Николай Михайлович Лонгенов. Начинал с церковников, а стал, в конце концов, личным секретарем русской императрицы Елизаветы Алексеевны, сенатором, действительным тайным советником. Выходец тоже из Харьковской губернии, из Малоруссии. И Андрей Назаревский, еще один переводчик тоже. Иван Квитницкий, еще один такой переводчик, который всю жизнь церковником остался. Целая плеяда выдающихся авторов. Ну, конечно, вот самые выдающиеся, о которых я вам сегодня рассказал, это Смирнов и Евстафьев. Если бы о Евстафьеве еще сделать лекцию, это тогда будет вот парный такой рассказ. А вы сделали еще? Занимается очень активно американская женщина-историк Сьюзан Смитпитер изучением деятельности Евстафьева. И у Евстафьева, у него весь его архив остался в Нью-Йорке, поскольку он умер в Нью-Йорке и похоронен в Нью-Йорке. И там в этом архиве Сьюзан Смитпитер, который семинар ведет еще со своими студентами, своими учениками, они нашли рукопись труда Евстафьева, который отвечает на труд французского историка Алексиса де Токвилля. Алексис де Токвилля, это вот «Американская демократия», у него работа называется. А русский автор написал работу «Ответ на Токвилля. Великая республика, проверенная прикосновением времени». Где русский автор пишет о том, что в Соединенных Штатах ничего хорошего нету. Там олигархия одна управляет. И эта олигархия заказывает для себя такие исследования, которые должны показать, что это самая выдающаяся страна, самая справедливая, самая богатая, самая-самая-самая-самая. А низы общества в это время пребывают в угнетенном состоянии. В отличие от того, что Россия позволяет своим детям сделать. Если хочешь сам, если стремишься сам, если борешься, если трудишься, из любых низов поднимешься. И вот Сьюзан Смитпитер, она пытается добиться Гранта, представляете, в Америке Гранта пытается добиться, чтобы опубликовать эту книгу «Великая республика, проверенная прикосновением времени» на русском и на английском языке. И сама переводит это на английский язык. Работают люди, стремятся понять, что было важно, что полезно, что на самом деле составляло суть отношений двух стран. А тут еще один интересный момент, может, об этом я тоже когда-нибудь вам расскажу. После окончания Наполеоновских войн император Александр решил поменять торгового партнера России. Решил диверсифицировать торговые отношения. Уж слишком тесные отношения с Англией были. Это такие, знаете, вот объятия такие тесные были, что они могли задушить в конце концов. А какая страна могла исполнить роль выдающегося партнера, у которой есть все достоинства Англии, но нет английских недостатков. Нет английская аристократия, претендующая на мировую там роль какую-то. Нет претензий на то, чтобы весь мир объять своими товарами, своим производством. Это Соединенные Штаты Америки. И начали налаживать отношения с Соединенными Штатами Америки. Но в 1823 году президент Джеймс Монро объявил знаменитую доктрину «Америка для американцев». Там было определено то, что американцы не вмешиваются в европейские дела, а европейцы не должны вмешиваться в американские дела. И на этом закончилась вот эта деятельность. Пришлось все-таки снова выстраивать отношения с Великобританией. Что касается императора Александра Первого, это выдающийся человек, это выдающаяся личность. Как только у него одно направление движения исчезало, как только было ясно, что здесь ничего не удастся сделать, или там даже раньше этого времени у него уже обходное направление какое-то было готово. И так он его преследовал очень целенаправленно, до самого конца, до самой смерти. Если бы не умер в 1825 году, неизвестно, что бы мы увидели. Но самое важное, самое главное, это отмена крепостного права в России. Это при Екатерине такая задача уже была поставлена. Делать все, накапливать средства, накапливать силы для того, чтобы убрать эту язву российскую. Это Екатерина, это Павел Первый тоже занимался этим, указ о трехдневной барщине, хотя там не все хорошо получилось. Александр Первый, Николай Первый, и в конце концов это было сделано. Но как трудно, как тяжело. И здесь связи с Англией, конечно, нельзя было прерывать, потому что нельзя было прерывать поступление финансовых средств для государственного аппарата, армии, полиции, военно-морского флота и так далее, и так далее, и так далее. Ну все. А то сейчас что-то еще вспомню. Спасибо большое за внимание. Приходите. Что-нибудь интересное я еще вам представлю. Продолжение следует... Продолжение следует...